всем привет это аптечный влог сегодня проведем день вместе со мной на часах 6.45 мы отправляемся на работу и сейчас главное не опоздать на автобус на улице холодильник поэтому побежали зеленый светофор проезжали все я прибыла на любимый район на любимую работу сейчас прохожу своих конкурентов вот они вот они и через храм видно красиво да понимаете откуда ко мне все лкаши идут с храма и направляюсь свою любимую аптеку сегодня работаем вместе с вами так те кто давно со мной уже знают что первое делом я включаю чайник надо обязательно включить чайник потому что дело не попрят мы приехали с вами в половину восьмого для того чтобы заработали все кассы надо включить главный компьютер идем вырубаем прежде чем он начать работать нам надо включить кассы у меня две кассы ребят это папандос я сейчас такое увидела сейчас покажу мертвый постараюсь не смотреть в ту сторону короче чтобы включить кассы мне надо включить компьютер главный я вожу пароли не скажу какой логин и пароль короче вожу все включила больше за главным компьютером не работаю мне это не интересно и иду включаю кассы одна первая касса вообще я не люблю не люблю на ней стоять это моя нелюбимая касса мой хороший и вторая моя любимая касса ну как знаете моя большая территория любимая и включаю вторую кассу вчера произошло чипп думаю что так воняет разбито было масло ванили мне об этом никто ничего не сказал воняет теперь на всю хату сейчас уберу и вернусь к вам всю жизнь мечтала вонять ванильным маслом вообще не знаю кто его разбил что с ним произошло но это так себе ладно вытираем дальше и идем работать а включаем кондиционер душно дышать душно дышать жопа а не дыхаловка тут поэтому вытираем вытираем включаем поехали работать так пока я включаю у себя все паролики везде все захожу вчера была моя смена и вчера я никогда не записываю z-отчеты там и всякие журнальчики сколько наторговала аптека в день там и так далее которые самые важные РРО КУРО журналы как они называются правильно никогда их не записываю в конечный день то есть вот смену отработала и никогда сегодня не записываю если конечно не сдаю смену оставляю все на утро чтобы со свежей головой аккуратно отложить x-отчеты z-ку приклеить ну когда ухожу обязательно смотрю чтобы я сделала z-ку достаю свой журнал и буду сейчас туда вписывать все что мы вчера так напродавали вся что моя смена вчера у нас было такое-то такое-то число на второй кассе все то же самое включаю параллельно компьютер сверяю что я вчера сделала вечером отчеты обязательно проверяю что была сделана z-ка и еще раз всем напоминаю что не уходим с работы пока не удостоверимся что мы сделали z-отчет ну и вот пень ребята я вам серьезно говорю захожу в компьютер чтобы подключить программу так ладно программу позже делаем то же самое что на той кассе все вписываем все приклеиваем единственное что на первой кассе у нас еще стоит оплата картой тут тоже есть свой z-отчет поэтому его тоже надо будет подклеить так аптека давай 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 так грузится по утрам дома кстати температурные листы еще заполняются материальным и пока я пришла материально отключить крест наружный господи я сама себя поражаюсь как я вот это вот все запоминаю то и все это делаю какая я башковитая и умная а еще сейчас надо будет пойти померить мне температуру и благодаря коронавирусу еще надо записать температуру персонала время пострелять короче я теперь сделала свой телефон теперь могу болтать сколько хочу у меня закончилась ленточка у меня так болят уши от этой маски потому что блин никто уже не ходит в этих сраных масках но у нас до сих пор или везде не знаю этот сраный коронавирус господи не знаю кто им болеет дурачок это не успела начаться мое утро ко мне уже пришел мужчина и такой говорит дайте мне капли в нос пожалуйста дешевый ну я же начинаю капли в нос говорю там 100 рублей он такой дорого говорю 50 рублей дорого говорю 30 рублей дорого 27 рублей дорого уже перехожу на нафтезин за 10 рублей дорого я говорю ну дешевле у меня извините капель нет он мне дает свой флакон шприц и говорит можете набрать в шприц воды пожалуйста и залить его в этот флакон жене подойдет и такое я задаю встречный вопрос почему нельзя сделать это дома дома его попалят вот это утро начинается короче осталось доклеить лесные бальзамы на них ценники потому что я все равно не успела так лесной бальзам 250 миллилитров ополаскиватель так вот она вот она красивая такая сиреневая ценники у нас такие вот маленькие ценники поэтому кстати еще скажите вы расписывайтесь на ценниках я во всех аптеках работала и во всех аптеках расписываются на ценниках ну что начнем расставлять мне так бесит моя маска ну извините хотела спросить вас не бесит вообще бады вот кроме маски мне еще бесят бады бесят бады потому что вот допустим аквамарис они меня убивают потому что у них есть 10 видов из них половину это бад а половину лексредство для суставов для суставов здрасте да а мелочь будет у вас мелочь будет всем привет мы продолжаем влог я нахожусь на работе это влог хочу его закончить потому что начало дня я рассказала как все происходит почему не рассказала дальше не снимала дальше влог потому что произошло просто то что выбило меня из себя мне испортило все настроение у меня вообще не было не знаю может надо было это записать сразу на камеру но мне вообще не хотелось ничего делать об этом попозже обязательно расскажу а сейчас у меня приехал товар я вам хотела показать как я его принимаю я уже его разложила сейчас возьмем корзиночки распечатаем чеки чеки и ценники и будем клеить так что будем думать что это один и тот же день утро как мое проходит я уже показала конец дня середину дня вот сейчас покажу все что связано с товаром мне помогает санитарка она раскладывает товар подклеивает каждую коробку вот тут написано номер накладной она выкладывает все по накладным приехал лекарство она старается красиво мне все выложить есть у меня документы в документах я ставлю галочкой то что у меня есть то есть отмечаю сходится количество или нет и клею ценники товара сегодня немного поскольку вчера было много товара и беру свои замечательные корзиночки и в корзиночки раскладываю короче товар я поклеил проверил и быстренько сейчас расскажу почему таки я не досняла видео что случилось мне такое вообще приключилось я буду раскладывать товар и разговаривать надеюсь будет слышать короче как ни в чем не бывало снимала влог работала параллельно рассказывала вам там что как делать что как открылось приходит ко мне в середине дня думаю сейчас товар как раз приедет буду с вами разбирать его приходит ко мне в середине дня женщина сейчас верну короче приходит женщина ладно сначала расскажу потом разложу приходит женщина ко мне с непонятным вообще рецептом непонятным для меня вот кто работает фармацевтом скажите мне нормально или нет короче на рецептурный препарат на фенибут нет на карбамазепин или фенибут ну короче не помню что то из этого на нем реально я такого не видела нету места даже чтобы я написала отпустила то столько то столько то то печать куда ставить нету ничего просто написано рецепт фенибут короче и все роспись врача и одна круглая печать врача я же не имею права отпускать я имею право отпускать рецептурный препарат если бланк там соответствует правильно заполнено правильно написан препарат поставлено число если оно действует там еще действует рецепт и если стоит 3 печати правильно ура мне принесли мелочь сколько тут? там вот 500 оооо какая можно пакет? можно нет, можете забрать а 500 какая красота люблю такие моменты и вы застали и я вам показала сколько мелочи мне принесли подписываем целое пакетище какая красота любые такие моменты так вот о чем я короче по рецепту начинают у меня баковать слышь ты короче где твоя заведующая я говорю нет заведующей аааа вот это что ты тут начинаешь типа рецепт есть печать есть подпись врача есть я говорю уважаемая говорю не действует она такая что это за аптека а у нас я не помню показывала или нет короче строители делают к зиме порожки чтобы зайти в аптеку в поручни ну и короче там плитку положили и оставили коробки чтоб люди не ходили и она тут вышла дайте жалобную книгу я говорю на каком основании на основании что у вас рецепт не действительный она вышла вот это швырнула короче это а я стою ну блин я очень мнительная вы наверное уже это поняли что я все принимаю очень близко к сердцу ну короче это первая ниточка была вторая ниточка это вообще капец я знаю что так недопустимо стоит у меня два человека девочка говорит дайте мне бобс короче конфеты леденцы я говорю 18 рублей у нее не хватает она уходит а я уже вбила чек но не пробила по кассовому аппарату следом идет женщина скупляется у меня там дюфа 100 ну короче на приличную сумму скупляется и я ей пробиваю этот чек и там получается этот бобс в лазе блин я понимаю что это моя вина я понимаю что это я тупанула ну не перепроверила ничего ну приходит и девушка я ненавижу когда меня обманут что это за аптека ты вечно воруешь я такая стою я в шоке я работаю в этой фирме уже бляха пять лет у меня вообще ни разу на мне не было жалоб да и вообще нафиг оно мне надо всрались это 18 рублей эти конфеты короче и все и она такая я говорю ой извините пожалуйста да моя ошибка вот ваши 18 рублей и получается там пять позиций ее было и во второй позиции выскочили эти конфеты и она такая типа если бы ты хотела меня не обмануть а это чисто случайно было то бы они не вылезли второй позиции короче такой блин и меня уже накрыла эта ситуация и все и я просто стою молчу у меня тут так текут слезы ну блин ну блин меня короче так обидели ну в плане вот я такая подумала господи да что я такая мразь что ли чтобы воровать да нет просто как человеку объяснить я понимаю что там и она такая давайте жалобную книгу я позвоню директору да ты уже не первый раз тут воруешь и я такая я понимаю что типа сейчас это уже смешно звучит когда уже об этом поговорила со всеми с друзьями они сказали ну ты что больная по этому поводу париться ты ну типа знаешь что ты ну типа не права ты извинилась ну типа нафиг ты дальше зациклюсь а я так зациклилась я заткнулась она меня унижает она видит что мне плохо она такая мне твои слезы по барабану я стою у меня вот так вот слезы просто текут пошли короче купила себе барбовала купила барбовала в аптеке как хапнула меня как попустила я три раза его пила я так присела на жопу я так успокоилась короче ну вот а еще у меня был алкаш который меня назвал женщиной есть ставлю тоже фрагмент я засняла этот видос так что вот такие вот дела ребята вот такая профессия ну это я уже переспала с этой мыслью подумала господи зачем я столько нервов тратила столько денег на барбов короче мне осталось разложить коробки потому что я до сих пор их не разложила я буду с вами прощаться или нет или да посмотрим короче еще сделаем в конце дня зетку я наверное включусь сегодня побегу домой монтировать вам этот влог чтобы быстрее поделиться и рассказать вам вот это вот то что я сейчас рассказала чтобы вы меня поддержали сказали Алинка какая ты дурная обращаюсь на это внимание вообще прикольно если вам понравился день со мной день в аптеке там как я рассуждаю разговариваю то пожалуйста пишите комментарии говорите пальчики вверх все дела и будем снимать влоги почаще вот так все спасибо за внимание всем пока